Друзья, всем привет! Меня зовут Оксана Сердечная, я агроном и каждый месяц я знакомлю вас с культурами из фирменного агрокалендаря от компании Экодачник. Сейчас у нас апрель и в фирменном календаре у нас к посеву рекомендована красавица петуни. Кто-то скажет, что петуни сеять уже поздно, потому что оптимальные сроки посева это февраль и март, но на самом деле это не так. Ее можно сеять и в апреле, просто она зацветет у вас немного позже, но зато в июле и августе у вас будут плотные растения, плотные соцветия, которые не требуют стрижки и в таком состоянии они у вас будут аж до самых морозов. Я вам расскажу еще про один супер коктейль, который позволит ускорить цветение ваших петуний, поэтому сегодня будем сеять семена петуний на рассаду. Для агрокалендаря мы решили выбрать очень оригинальный гибрид петуни, это звезды адриатики. Он отличается своей необычной окраской, соцветия могут быть либо светло-розовые, либо фиолетовые, либо насыщенного розового цвета, но оригинальность состоит в том, что на каждом соцветии появляются белые крапинки. Размер этих крапинок и их частота зависит от освещения и от частоты подкорма. Поэтому сегодня я вам расскажу еще о том, чем лучше подкармливать петуню, для того, чтобы раскрыть полностью весь потенциал растения и создать ей все условия для обильного цветения, чтобы все сортовые характеристики проявились в полном объеме. Семена петунии дрожжированы и посеять их будет очень просто. Для посева я использую торфяные таблетки. Во влажных торфяных таблетках я делаю небольшие углубления при помощи маникюрной палочки, раскладываю в них семена петунии. Затем хорошенько увлажняем наши посевы из пульверизатора обычной водой, для того, чтобы нарушилась оболочка дрожжа. Накрываем сверху пакетом или крышкой и ставим на досветку для прорастания. Всходы петунии появляются на 5-7 день. И вот так вот выглядят растения возрастом 2,5 недели. У петунии очень быстрорастущая и разветвленная корневая система. И как только корни начинают вырастать за пределы таблетки, необходимо растение пересаживать. Пересаживать петунию желательно постепенно, то есть сразу не давать ей большой объем грунта. Я рекомендую делать пересадку сначала вот в такие стопочки. При пересадке петунии из торфяной таблетки я рекомендую удалять оболочку, для того, чтобы вода не застаивалась у корневой зоны. И для того, чтобы корни могли очень быстро и свободно разрастаться. Также при пересадке я рекомендую добавлять микоризу микофренд. Я проводила опыт именно на петунии с добавлением микоризы. Корневая система на 10-й день полностью оплетает вот такой вот стаканчик объемом 0,2 литра. То есть на 10-й день нам необходимо уже проводить пересадку. И надземная часть растения выглядит намного развитой, нежели у тех растений, к которым микориза не добавляется. Микориза нам дает возможность наращивать более разветвленную корневую систему. А чем больше у растения корней, тем больше растение получает питание из почвы. И соответственно больше развитие надземной части происходит, выше иммунитет, лучше цветение и продолжительность цветения длительнее. При выращивании петунии очень важно вовремя проводить прищипку побегов. Потому что растение очень сильно ветвится, но при этом очень сильно вытягивается, если вовремя его не прищипнуть. Вот так вот выглядит растение без прищипки. То есть у нас идет неравномерное развитие надземной части, длинные междоузлия, растение некрасивое, оно не имеет особой декоративности. Вот так вот выглядит растение, которое было недавно обрезано, то есть проведена прищипка. Вот здесь вот прищипка еще требуется, потому что есть боковые побеги, которые выделяются за контур растения. Здесь растение уже цветет у нас, прищипка проведена, центральный побег мы укоротили, боковые тоже. И можем наблюдать, что уже формируются бутоны и проходит у нас цветение. Как правильно проводить прищипку петуни, для того, чтобы она была компактной и хорошо кустилась? Растение мы формируем по кругу, скажем так. Соответственно, нам необходимо по всему диаметру листового аппарата делать одинаковую обрезку, для того, чтобы у нас, видите, из-за периметра этого диаметра ничего не выходило. То есть здесь у нас все, получается, равномерно распределяется, а здесь у нас побег выбивается из общей массы. Поэтому его желательно укоротить. Укорачиваем либо до разветвления первой пары листьев, либо до второй. Так как здесь междуузлия получились очень длинные, я укорочу до первой пары листьев. Из этих пазух, из пазух листьев, пойдут еще новые побеги. То есть вместо одного побега мы получим два. Тем самым у нас растение будет более плотное. Кстати, вот этот вот черенок, его можно укоренить. Удаляем лишние листья и бутоны. И оставляем его во влажном вермикулите, накрыв сверху крышкой или пакетом, или во влажной торфяной таблетке. Укореняется петуния очень быстро, где-то за неделю вы получите новое вот такое вот растение с корнями. А как мы формируем петунию, вот такую, которая очень сильно у нас вытянулась? Такую петунию мы обрезаем прямо вот здесь вот у основания, для того, чтобы из этих пазух у нас также пошли новые побеги. Здесь очень тонкие у нас побеги, их тоже лучше укоротить. Ну а эти мы можем также укоренить. Вот так вот обрезаем. И тоже отправляем либо в вермикулит, либо в торфяную таблетку. Вот так вот выглядит растение после прищипки. У нас сохранен диаметр, растение будет формироваться равномерно, разрастаться. Если вдруг какой-то побег выйдет за пределы нашего диаметра, мы его тоже обрежем. Ну, собственно, вот таким вот образом у нас выглядит сформированное растение, плотное достаточно. Здесь вот формируются внутри новые побеги после прищипки. Как я уже сказала в начале ролика, петуния очень любит подкормки. Но кормить нужно в определенный момент. После того, как мы пересадили растение из торфяной таблетки, на седьмой день необходимо подкормить удобрением с повышенным содержанием фосфора, для того, чтобы у нас растение начало формировать крепкую корневую систему. Для этого я рекомендую делать подкормки с препаратом Grow Help Укоренитель, потому что именно Grow Help Укоренитель способствует нарастанию хорошей корневой системы. Grow Help Укоренитель необходимо давать с поливом каждые 10-15 дней. После того, как петуния у нас сформировала пышную зеленую массу, нам необходимо простимулировать у нее закладку цветочных почек и образование бутонов. Для этого мы можем использовать новый препарат, который появился в линейке Уэка Дачника. Это Grow Help для цветущих растений. Но я вам хочу порекомендовать коктейль, который усилит действие Grow Help. И состоит он из живого удобрения и Grow Help для цветущих. А пропорции очень простые. 30 мл Grow Help 15 мл живого удобрения на 3 литра воды. Полив проводим каждые 10 дней. Почему именно такой коктейль я рекомендую? Дело в том, что живое удобрение служит очень хорошим проводником для усвоения питательных элементов растений. Живое удобрение усиливает поглощающую способность корней, дает возможность растению усвоить больше питания. Но это все вместе приведет к обильному и продолжительному цветению, а также к очень хорошему иммунитету растения. Друзья, в течение всего сезона наша петуния очень подвержена различным грибным заболеваниям. Мучнистая роса очень любит питунью, различные корневые гнили, поэтому обязательно необходимо проводить своевременные профилактические обработки. Конечно, препарат этой кодачника тоже нам придет на помощь. Биозащита от болезней раз в 10-15 дней предотвратит появление любых болезней. Друзья, еще очень важный момент, который я хочу добавить. Питунья не любит маленький объем грунта. Для того, чтобы она полноценно цвела, продолжительно цвела и радовала вас на протяжении всего сезона своей красотой, обязательно нужно ей давать хорошее питание и давать ей большой объем грунта. Для одного растения необходим горшок объемом 8-10 литров минимум и хорошая питательная почвосмесь. Ну и, конечно, обязательно регулярные подкормки. Без подкормок питунья, к сожалению, цвести полноценно не будет. Поэтому берите на заметку все мои рекомендации. Конечно, в течение сезона я буду показывать вам, как я ухаживаю за своими питуньями. Ну и результат сегодняшнего посева я вам тоже обязательно покажу. Ну что ж, друзья, я с вами на этом прощаюсь. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Если возникли какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Я вам с удовольствием на них отвечу. Ну и увидимся с вами через месяц в следующем ролике. Дам вам небольшую подсказку. Мы будем сеять белокочанную капусту. Друзья, желаю вам всем удачи, хороших дружных всходов и пышного цветения. Всем пока!